Аня Лорак вошла в судейский состав седьмого сезона проекта «Голос» на первом канале. Сейчас все члены жюри продолжают набирать к себе в команды артистов посредством слепых прослушиваний. Очень часто бывает так, что участника шоу выбирают сразу несколько наставников. Тогда между ними идет борьба, ведь каждый хочет забрать лучший голос к себе в команду. Сегодня так получилось у Ани Лорак и Константина Меладзе. На сцену вышла 21-летняя София Легран из Сочи. Она исполнила зажигательную композицию Джона Ньюмана «Love me again». София настолько прекрасно исполнила песню, что к ней повернулись все члены жюри. Однако по каким-то причинам Сергей Шнуров и Баста не захотели яро бороться за Легран, зато это делали Меладзе и Лорак. Что вы творите? Какая энергетика? Вы в проекте «Голос»? Восхищалась Ани. Меня впечатлил ваш низкий голос. «Мне кажется, вам ко мне нужно», — не отставал Константин. Лорак поняла, в чем дело, и начала гнуть свою линию, уверяя всех в том, что мужчины умеют красиво говорить, но, увы, редко когда выполняют свои обещания. «Мальчики нам наговорят, а мы поверим. Утром проснешься и поймешь, куда ты смотрела», — с улыбкой сказала Ани. Меладзе отметил, что все это Лорак знает из жизненного опыта. Певица, в свою очередь, не стала этого отрицать. София не решалась сделать свой выбор, в итоге ушла в команду к Сергею Шнурову, который пообещал Легран, что с ним молодой певица будет очень интересно. При этом Шнуров предупредил участницу, что с ним она может не победить. Баста и Ани Лорак поддержали участницу голоса после провала «Напомним», сравнительно недавно стало известно о расставании Ани Лорак с Муратом Нолчаджоглу, с которым певица жила в законном браке на протяжении девяти лет. Предполагается, что причиной подобного развития событий стали измены со стороны Мурата. Несмотря ни на что, Лорак и Нолчаджоглу удалось сохранить хорошие отношения, прежде всего, ради дочери Софии.